Путин Никогда не вставали спиной к стране, которую любят, которую готовы защищать. Мы любим и уважаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы никуда, ниоткуда не убегаем никого. Не боимся, идем по своей дороге прямо. С нами Господь, кого нам бояться. Блогер арестован на 2 месяца и обвиняют его, напомню, в хищении миллиона рублей. И было это аж в 2008 году. В одной камере с больными с ПИДом и туберкулезом, которые к тому же украшают тебя убить. Вот в таких условиях содержит арестованного Эрика Давидовича. Можно к Давидовичу относиться как угодно. Многие люди относятся к нему по-разному. Но в этой истории он абсолютно прав. У него, как у гражданина Российской Федерации, есть не только обязанности, но есть и права. Поэтому в этой истории я всецело за него. Адвокат Сергей Жорин может стать фигурантом уголовного дела. Информационное агентство сообщает о том, что в отношении юриста якобы проводится доследственная проверка по факту разглашения данных предварительного расследования. Это касается дела скандально известного стритрейсера Эрика Китуашвили, защитником которого является Жорин. За решетку вслед за мужем Тверской суд Москвы на два месяца арестовал гражданскую жену лидера движения «Смотра.ру» Эрика Давидовича. До этого девушка была задержана на двое судок, а в ее квартире прошли обыски. Анна Каганская, жена лидера движения «Смотра.ру» Эрика Китуашвили отказывается давать показания на своего мужа. Об этом сообщили правозащитники, которые сегодня встретились с ней, чтобы расспросить об условиях содержания. Женщину задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Все люди сидят в заточении. Ну просто даже невероятно себе представить. Можете представить, чтобы у нас такое было? Даже в голову они приходят. Вопрос для прямой линии с президентом Российской Федерации 14 апреля 2016 года. Уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы задать вопрос, касающийся Эрика Давидовича Китуашвили, известного блогера, владельца интернет-портала «Смотра.ру». У него 7 миллионов подписчиков по всей Российской Федерации. Это самые активные граждане нашей страны в возрасте от 16 до 45 лет. Последние из его блогов были посвящены разоблачению коррупционных схем в рядах структуры ГИБДД. В каждом из своих фильмов он делал обращение к вам, Владимир Владимирович. И что же происходит после выхода фильма с материалами для проверки по Виктору Коваленко? Давидовича арестовывают прямо на улице, не дают позвонить адвокату, везут на Петровку 38 и уже на следующий день везут в Тверской суд и выбирают ему меру пресечения. Арест, несмотря на залог, который предлагает его адвокат в сумме 10 миллионов рублей. Сумма ущерба, которая инкриминируется Эрику – 1 миллион рублей. В этот же день у его гражданской супруги дома проводят обыск и забирают все личные вещи. Далее приходят к ней в офис и проводят обыски там. Хотя ее бизнес никак не связан с деятельностью Китуашвили Эрика Давидовича. Все это время ей предлагают дать показания против гражданского супруга. Она отказывается. Ее приглашают в кабинет следователя ГСУ ГУ МВД по городу Москва под предлогом дать положительные характеристики на Китуашвили Эрика Давидовича. Она приходит без адвоката и следователь ее закрывает в кабинете и говорит, что ее задержали. Ее адвоката не пускают в ГСУ и ночью ее возят на Петровку 38. Работает все та же схема. На следующий день ее везут в Тверской суд и выносят меру пресечения арест. Несмотря на предлагаемый залог, подписку о невыезде или домашний арест. Самого Эрика все это время пытаются заставить дать СИЗО лжепоказания на себя. Ему угрожают, подсаживают к нему в камеру убийц, насильников, угонщиков и каждый день меняют ему камеру. И это при том, что ему самому инкриминируют 159-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», то есть экономическое преступление. Тут же статью фабрикуют и его гражданской супруги. В ее офисе повторно проводят еще один обыск без постановления и забирают все сервера в день сдачи налоговой отчетности, то есть попросту убивают ее бизнес в то время, как она находится на Петровке 38. Изымают документы на ее автомобиль, на ее квартиру, угрожают ее родственникам. И все это время принуждают ее дать показания на Китуашвили, которые не имеют под собой оснований. Делом Китуашвили и Каганской занимается весь восьмой отдел ГСУ ГУ МВД по городу Москва в количестве шести человек. Вопрос. Если после разоблачительного фильма про структуру ГУ МВД по городу Москва, «Эта же структура так пристрастно занимается фабрикованием дела против создателя фильма, против его семьи и родственников», не есть ли это стопроцентный заказ сверху того же начальника ГИБДД, который в передаче на «России-1» признался, что он обращался в соответствующие органы и давал соответствующие указания? Как остановить этот беспредел, где не соблюдается ни одна норма закона? В рамках дела, которое фабрикуют против Китуашвили, присутствуют государственные служащие, но дело так и не передали в Следственный комитет Российской Федерации. Как объяснить, что в рамках закона по 159-й статье УК РФ арест – необязательная мера? Не является ли вся эта ситуация лишь запугиванием 7 миллионов подписчиков Эрика Давидовича? И главное, Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с просьбой привлечь независимых от структуры МВД сотрудников для честного и беспристрастного разбирательства по этому делу.